Приветствую! Постанова 560 претерпела изменения. Вчера Кабинет Министров Украины опубликовал постанову 675, который, собственно говоря, и скорректировал порядок призыва во время мобилизации в Украине. И теперь мы с вами должны разобраться, что же там появилось такого нового, что касается всех, а что касается тех людей, у которых родители имеют инвалидность второй группы. Итак, начнем с первого изменения, которое коснулось всех. Изменилась форма заявления об отсрочке. Там скорректировали вот эти слова, абзац и пункт, потому что мы с вами видели, что там были ошибки. Теперь эти ошибки исправлены, и у нас есть новая форма заявы. Также появилась заява о выборе того военно-обязанного, который будет осуществлять уход. Ну, мы помним, что если есть несколько военно-обязанных, то лицо с инвалидностью может выбрать одного из них для того, чтобы он осуществлял уход. И, соответственно, именно этот человек и получит отсрочку от призыва во время мобилизации. Такой заявы раньше не было, и люди делали, что писали заяву такую у нотариуса и заверяли ее. Теперь это не нужно, теперь эта форма предусмотрена порядком призыва во время мобилизации. А чтобы вам было легче, я эти две заявы уже перевел в формат Word, и вы их можете сказать, скачать вернее, по ссылочке в описании к этому видео. Итак, идем дальше. Что же еще там появилось нового? А точнее говоря, что там исчезло? Исчезло требование о необходимости предоставить заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода для тех людей, у кого есть инвалидность второй группы. Да, мы вот этого ждали, мы очень возмущены были, потому что в этой части постанова явно противоречила закону Украины о мобилизации, и теперь это противоречие устранено. При этом я хочу сейчас вместе с вами почитать новую редакцию вот этого пункта 13, как он изложен в додатке 5, и обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые не были исправлены и которые вы сможете использовать при получении отсрочки. Итак, смотрим. Еще раз обращаю ваше внимание, что это текст постановы, который изложен в додатке 5, то есть под пункт 13 додатка 5, вот того додатка, где идет перечень документов, необходимых для получения отсрочки. И вот мы читаем его новую редакцию. Сейчас очень-очень внимательно. Для особи, яка занята доглядом, идет перечень документов, которые подтверждают. Что они должны подтвердить эти документы? Родинные связки. Та один из документов, что подтверждают неможливость других людей, которые не были військовозобовязанными, та которые обязаны за законом утримать одного из своих батьков с инвалидностью 1 или 2 группы, або одного из батьков дружины с числа осип с инвалидностью 1 или 2 группы и сдействовать догляд за ними. На что я хочу здесь обратить ваше внимание. Мы с вами знаем, что теперь нужно доказать, ну и в принципе давно эта история уже длится, что нет других людей, которые обязаны содержать, соответственно, человека с инвалидностью. И вот здесь обращаю ваше внимание, что нужно доказать неможливость других людей, которые не были військовозобовязанными, и которые обязаны за законом утримать одного из своих батьков, одного из своих батьков, какие зубовязаны за законом утримывать одного из своих батьков. Почему я несколько раз произношу это слово? Потому что я хочу максимально акцентировать ваше внимание. Потому что, исходя из текста этой постановы, не нужно доказывать, что супруг лица с инвалидностью не может его содержать. Потому что, здесь указано, утримываты одного из своих батьков. А соответственно, что это значит? Это значит следующее. У вашего отца есть инвалидность 1 или 2 группы. Есть мама. И представим себе такую ситуацию, что они еще не пенсионеры. Ну, по возрасту, да, там им по 50 лет, например. И вот в этой ситуации есть мама. Вона не військовозобовязана. Ну, если она не врач, не фармацевт. И, соответственно, мы ее в перечень людей, которые должны содержать отца и осуществлять за ним уход, не включаем. По постанове. Бред. Естественно, бред. Естественно, бред. И в этой части, если мы присмотримся с вами к закону, то мы увидим, что в законе не так написано. Но в постанове-то написано так. И если уж ТЦК и ИСП следуют постанове, то пусть он следует в полном объеме. И в этой части пусть они тоже следуют постанове. И вы сможете настаивать, чтобы они, принимая решение, не принимали во внимание наличие супруги. Потому что в постанове нужно доказать, что нет невоенно обязанного человека, который должен содержать одного из своих батьев. А кто этот человек? А это либо сестра, которая, опять же, должна быть не медиком, не фармацевтом, или брат. Ну и брат, соответственно, должен быть невоенно обязанным. Ну, например, призывник, да, молодой еще брат. Они, если их нет, если вот брата и сестры нет, а есть только вы, отец и мама, то маму, исходя из текста постановы, не учитываем. Конечно же, на практике ТЦК и СП, я думаю, будет в таких случаях отказывать. Но это не значит, что мы не должны пытаться заставить их следовать тексту постановы. Они же любят эту постанову. Вот пусть они выполняют ее в полном объеме, а не выборочно. Но вернемся к тексту постановы. И здесь дальше оно, ну, я думаю, кто читал, уже заметили, что вот эта часть, она написана немножко криво. Вот. Ну, что сделаешь? Вот так написали. Вот эти люди, напомню, они там что, и зарплату хорошую получают, и бронжер уже, на мой взгляд, получили. И вот так они пишут тексты нормативно-правовых актов. Но для нас это уже не так важно. Что нам важно? Что здесь? Чтобы исключить человека, другого, какого-то вашего брата, сестру, нужно что? Чтобы была у человека инвалидность, нужда в постоянном уходе, человек пребывал под арестом или отбывал наказание. Далее, нужно предоставить документ про отримание компенсации на догляд, а если нет такого документа, акт про встановление факту здействия догляду, постичного догляду. В этой части, на мой взгляд, снова постанова не соответствует закону. И если уж быть до конца честным, да, вот до конца придираться к словам, а все-таки юриспруденция, в юриспруденции значение слова, возможно, значит гораздо больше, чем во многих других отраслях. И вот здесь мы понимаем, что на самом деле закон такого не говорит, не требует, но постанова, к сожалению, требует. Потому что по закону достаточно только наличия инвалидности, а не факта осуществления ухода. И в этом смысле, безусловно, люди, которые не смогут получить это так, ждет их что? Ждет суды. Ждут суды, потому что именно в судах вам придется отстаивать свое право на то, чтобы получить отсрочку по закону. Именно по закону, а не по постанове. Что касается акта, он нужен, как мы видим. И если у вас есть возможность, его, безусловно, нужно получать. Но чего не нужно здесь теперь подавать? Потому что дальше, вот здесь идет еще перечень документов, которые подает человек, который нуждается в уходе. И вот этот человек подает лишь документ о инвалидности. Это может быть справка МСЭК, пенсионное удостоверение, удостоверение о получении соцпомощи. Либо справка о том, что человек не имеет права на пенсию и льготы, но имеет право на... Ой, на пенсию и соцпомощь не имеет, а имеет право на льготы. И, соответственно, здесь убрали ЛКК. Вот ЛКК теперь не нужно. И уже сегодня мы, когда на моем телеграм-канале обсуждали, человек задал вопрос, а что, ты думаешь, что акт будет соцзащитой и органы местного самоуправления выдавать без ЛКК? Думаю, да. И вот почему. Сейчас мы с вами посмотрим форму этого акта. И я покажу, почему я думаю, что без ЛКК можно будет получить акт. Акт установления факта осуществления ухода. Это додаток 8 к постанове 560. И вот обращу сразу ваше внимание. Акт и постанова в целом различают понятие догляд и постейный догляд. И вот как одно из доказательств этого, смотрите, вот здесь в названии акта есть вот такая примитка. Необхидны питкреслеты. То есть человек осуществляет либо догляд, либо постейный догляд. В чем разница? Догляд осуществляют те люди с точки зрения постановы, которые присматривают за инвалидом первой-второй группы без наличия документа о том, что человек нуждается в постоянном уходе. Почему я так думаю? Сейчас идем дальше. Вот здесь, если мы смотрим, везде идет догляд, постейный догляд. Догляд, вот постейный догляд. И везде, везде вот идет догляд, постейный. А потом, потом. Вот есть такая графа. Документ, что подтверждает потребу особы в постейном догляде. И вот обратите внимание, до этого везде указывалось догляд, в скобочках постейный догляд. Догляд, постейный догляд. А вот здесь идет просто постейный догляд. А какой это документ? Ну, высновок ЛКК. То есть, либо вот та бумажка, где написано, что потребуя постейного догляду, либо же форма 080, где указано, что человек нуждается в предоставлении социальной услуги с догляду на непрофессийной основе. И вот отсюда я прихожу к выводу следующему, что если у человека есть инвалидность второй группы, то ему достаточно, вот в соответствии с вот этой графой, подать документ, что подтверждает инвалидность особы, особы, яка потребуя догляду. А вот если такого документа, если у человека, например, кстати, там первая группа, то он охватит оба варианта. А если группы нет, то нужен будет обязательно документ, который подтверждает потребу в постейному догляде. И поэтому я думаю, что те люди, у кого родители с инвалидностью второй группы и не имеют заключения ЛКК, вот эти акты смогут получать. При этом хочу отметить, что постанова 560 предусматривает порядок получения вот этого нового акта про догляд. И он предполагает следующее. Сначала человек обращается в ТЦК ИСП и подает заявление на отсрочку и прилагает туда документы свои, про родственные связи, документы о инвалидности, о необходимости ухода, если есть такие документы. Дальше ТЦК рассматривает эти документы, комиссия по вопросам отсрочки рассматривает, передает их в органы местного самоуправления и уже потом человек идет в органы местного самоуправления, пишет заявление на выдачу акта про догляд и к нему, соответственно, приходит комиссия и проверяет, действительно ли он осуществляет уход. Но в этом случае эта комиссия, когда мы говорим о лицах с инвалидностью второй группы, комиссия не должна устанавливать факт необходимости, нужды человека в постоянном уходе, что следует из тех граф, которые предусмотрены в самом акте. Друзья, на этом все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, также приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.